Вот еще один текст, иллюстрирующий геналлогичную ситуацию. От Панка к Захарии и Кагофону. Продал есмь сорок бобров в миляте на десяти гривен серебра. Олина же вземь серебро, тоже дай бобры. Захарий, отдай серебро Захарии. Я продал, понятно, дай сорок бобров за десять гривен серебра. Когда возьмешь серебро, тогда отдай бобров. Что здесь странно? Странно то, что письмо адресовано к Захарии и Кагофону, а в последней фразе Захарий упоминается в третьем лице. Это уже показывает нам, что текст устроен каким-то хитрым способом. Если один из адресатов далее упоминается в третьем лице. В чем же дело? Дело, по-видимому, вот в чем. Как строится здесь ситуация. Панка и милята – это знатные, состоятельные новгородцы. У Панка продает миляту бобров. Захарий и Агафон – приказчики, соответственно, Панка и миляты. У Захарии есть на руках бобры, у Агафона есть на руках деньги. И нужно осуществить вот эту транзакцию, передать бобров, поменять бобров на деньги. Деньги большие, бобры дорого стоят. И, значит, что, как строит Панку свой текст? Сначала от Панка к Захарии и Агафону. Это к обоим, к контрагентам обращено. Далее констатация. Продал Гейсим 40 бобров миляте на 10 гривен серебра. А дальше к Захарии. Когда возьмешь серебро, тогда отдай бобров. А дальше к Агафону. А ты дай серебро Захарии. То есть каждый из адресатов может извлечь из этого текста то, что относится к нему. А текст в целом функционирует, опять же, как некоторая письменная гарантия безопасности и осуществления этой сделки. То есть Агафон, явившись с этой бумагой к Захарии, мог убедить его в том, что он отдаст ему бобров только тогда, когда тот ему отдаст деньги. Агафон, явившись с этой бумагой к Захарии.